видео которое хотел снять давно а именно рассказать о своей библиотечке яхтсмена все началось с этой книги она вышла тринадцатом году я купил четырнадцатом она называется leap of faith как бросить свою работу и жить на яхте очень кстати воодушевляющие с нее у меня все началось а где-то в четырнадцатом году я записался в эсэй это american sailing association и вот у них есть коллекция этих пяти книг они прекрасны все начинается с курса 101 то что называется one of one это базовое управление килевой лодкой книжка с картинками написано читается легко то есть все 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 что нужно знать в управлении шлюп рикт одномачтовые двухпарусные яхты все здесь следующий курс это 103 coastal cruising это уже расширить немножко горизонт и перейти от плавания однодневного до такого же более серьезного то есть эта книжка позволила мне обойти весь залив часа пик bear boat cruising made easy 104 как брать яхты в чартер с картинками здесь более подробно здесь затрагивается и безопасность и vhf и швартовка все эти книжки на английском и читается достаточно легко если английский язык ваш родной или вы хорошо его знаете следующий этап advanced cruising simonship 106 здесь вот уже выход в океан и переходы более дальние здесь рассказывается про навигацию сертификацию локбуки погоду спасения и так далее и почему-то книжка 315 как пользоваться деньги и можно сказать деньги эта штука простая но нет рассказывается разные типы какой выбрать или как подобрать мотор как за ней ухаживать правильно закрепить на лодке ну и так далее все вот эти пять книжек за меня это одна большая обратите внимание 67 издание я ее прочел все все вот эту толстую книженцы здесь принципе все то же самое что в этих пяти но меньше картинок и более формально следующим моим этапом были вот эти книги я полностью решил освоить залив часа пик здесь описание всех марин всех якорных стоянок ресторанов больших портов и несмотря то что это семнадцатый год в принципе она по-прежнему актуальна потому что молчу поменялось залив часа пик достаточно стабилен в плане и глубины и прилив отливов тут мало чем меняется в плане рельефа но когда залив часа пик стал мне казаться немножко тесноватым я решил расширить горизонт и стал изучать intercoastal waterway и вот эти три книги позволяют сходить по waterway во флориду и даже багамы кто-то скажет что это все есть в онлайне или вы можете легко разных веб-сайтах посмотреть или даже достаточно я с этим не согласен потому что иметь возможность заранее почитать и посмотреть всегда приятно особенно багамы потому что там в отличие от залива часа пик глубины и пески и контуры островов меняются в общем-то ежегодно если не сказать ежемесячно поэтому всегда нужен свежий свежие редакции свежие карты хотя конечно многое остается то же самое водная часть а потом уже пошло более-менее прям по самим островам вот следующие четыре книги я их объединил в одну тему первое это несмотря на всю мою огромную любовь к моно яхтам я изучаю и катамараны прекрасно знаю их преимущества также их недостатки эта тема до конца еще не закрыта однажды возможно все про рыбалку так и называется cruisers handbook of fishing типы рыб как их ловить какие из них съедобные какие несъедобные мне очень пригодилась но особенно на на багамах где многие рыбы совершенно незнакомые которые ты поймал что с ними делать съедобная она или нет не очевидно Найджел Калдар написал вот это замечательное произведение как читать морские карты на самом деле он должен был бы их назвать книжку как читать понимать правильно пользоваться и все остальное с морскими картами рассказаны про склонения и что называется variation deviation протечение все в общем все есть вот эта книга за этим красивым названием гид как починить все на своем корабле это серьезная техническая литература с диаграммами с таблицами я ее читал выборочно ну в общем если мне что-то надо там по электронике или по мотору все есть мне к счастью везло практически особо серьезного ремонта не было никогда но ломался например датчик уровня топлива как починить все здесь нет зарядки из генератора все в этой книжке не говоря уж там обслуживание мотора замена масла вообще все про дизельные моторы здесь хорошо есть включая также кондиционер холодильник я теперь много знаю про холодильники следующие четыре книги когда уже и залив часопик тесный когда уже костал крузинг весь освоен можно переходить к следующему этапу прежде всего библия тех кто ходит в одиночку Эндрю Эванс сингл хэндид сейлинг очень рекомендую к прочтению тем кто помышляет ходить один на лодке далеко не имеется ввиду дневный переход а два-три недели в океане халроф естественно хендлинг storm set sea выживание в море в плохую погоду всегда актуально я рискну сказать что сильно зависит от лодки какую технику вам применить в какую погоду но есть несколько вариантов которые здесь описаны мне кажется подойдут практически в любом случае вот жерст хэндбук вторая редакция essential guide to blue water cruising здесь прямо вот с самого начала там с покупки лодки собирание команды выбора яхты и так далее паруса все описано то есть вот эта книжка теоретически может заменить много других но не те пять это в дополнение здесь нет цветных картинок но здесь очень насыщена информацией практически на разные темы которые вы с которыми столкнетесь когда таки дойдете до blue water cruising ну и еще одна книга тоже халроф how to sail around the world как обойти вокруг света я ее прочитал но пока еще не готов к кругосветке но не списываю со счетов такой возможности чуть больше года назад я получил я получил учился и получил то что называется USCG captain license unsupervised private vehicle 100 тонн inland и near coastal эти все четыре книжки это в общем-то подготовительный материал в основном здесь выжимка из разных других изданий очень помогло в подготовке к экзамену ну и самая главная книга это вот это Navigational Rules and Regulations международные и Inland две книги в одной и ее надо знать практически наизусть у меня одна копия дома и одна копия на лодке ну и финальная литература минимальный гайд для навигации по Celestial Navigation для навигации по Солнцу и звездам много картинок все очень подробно расписано и большая теоретическая часть которая позволит понять как все это работает ну и маленькая книжечка в придачу как пользоваться искателем звезд это Starfinder так называемый хитрый древний прибор стоящий там из набора дисков которые если их правильно совместить сможешь идентифицировать любую звезду на небе в любом полушарии в любое время года так ну и закончить я бы хотел на тех книгах которые у меня онлайн одна из самых главных это произведение произведение Ника О'Келли Get you on board как вашу любимую даму сердца завлечь на яхту рад сообщить что вот работает книга я делал все что написано в ней шаг за шагом и как результат моя супруга Эла не только с удовольствием теперь проводит время на яхте но получила международный сертификат международную лицензию осваивает навигацию даже спрашивает мне ну что когда мы дальше то когда в следующий раз очень рекомендую вот эту это к прочтению дальше произведение Джона Кречмера Cape Horn to Starboard о том как лет двадцать назад вдвоем на 32 футовой лодке Contessa 32 осуществили свою мечту и обошли Месс Горн причем из что называется по часовой стрелке то есть Месс Горн с правой стороны тоже Джон Кречмер сейлинг и Sirius Ocean делится знаниями которые он получил за 30 лет в море очень познавательно это Storm Handling Techniques и здесь собран опыт разных яхт разного размера разной парусной конфигурации очень пригодилось бы всем кто хочет выйти в океан и там провести какое-то время еще одна книга Джона Кречмера Sailing to the Age of Time это больше философская книга и вдохновит к яхтингу и сейлингу Стюарт Вудс очень мне понравилось Голубая вода зеленый шкипер воспоминания человека который перешел один через Атлантику красиво написано хорошо озвучено слушается не оторваться книга которую многие из вас знают их две две серии две книги в этой серии Escape from Ordinary написала Джули Брэдли 2000 год яхта Amel Super Muramo Кругосветное путешествие читается легко озвучено прекрасно не оторваться еще один из моих любимых авторов Крисчен Вильямс бывший корреспондент New York Times а у него две книги которые я рекомендую к прочтению это Первая Философия of Sailing Одиночное плавание в поисках вселенной у Кристиана Вильямса есть свой канал на ютубе вы легко найдете и новелла она вдохновлена вдохновлена с яхтингом и сейлингом Раратонга недавно вышла 19-й год тоже читается не оторваться приключения загадки и очень много про яхтинг Longitude долгота короткая книга всего 4,5 часа аудиокнига о том как человечество пришло к морскому хронометру усилия которые потребовали для того чтобы уметь вычислять долготу до того как появились спутники и GPS очень подробный исторический экскурс и просто понять какие усилия человечество потратило на решение этой проблемы какой точности должны быть хронографы чтобы можно было вычислять долготу развлекательная книга я считаю Штефан Талти империя голубой воды история капитана Моргана его история берегового братства удивительная кстати жизнь человека рекомендую к прочтению книжка Чарльза Дарвина путешествие Бигла это долгая книга очень подробная но если вы любите путешествия и хотите побывать на тех же островах где побывал Чарльз Дарвин то очень вам понравится ну и конечно же в этой книге содержится тот материал который был использован впоследствии для написания книги о теории эволюции еще одна книга она тоже скорее всего попадает в концепцию развлекательных Джон Колдвелл Отчаянное путешествие Desperate Voyage но она так написана что ее нельзя не прочитать и эта книга о одиночном переходе на маленькой 27-футовой лодке из Панамы в Австралию где-то в конце второй мировой войны вау просто ну и напоследок пару книг на русском языке первое мне очень понравилось Вокруг света на коршуне книга написана в конце 19 века автор Станикович военный корвет коршун совершает кругосветное путешествие заходя в разные порты и очень рекомендую почитать и понять и просто осознать как встречали российских русских моряков скажем в портах Сан-Франциско или в Лондоне как было и как стало и серия за доброй надеждой Виктора Конецкого Соленый лед среди мифов и рифов то есть морские сны так хорошо написано с таким с легким морским юмором и очень увлекательна книга о российском торговом флоте где-то 50-60-е годы 20-го века на этом все спасибо огромное до следующей встречи возвращаемся опять к сейлингу